всем доброго и прекрасного мои хорошие хорошие пригожие все хорошие нет плохих и хороших все хорошие особенно мои подписчики самые лучшие сегодня хочу с вами поделиться своим способом выражение благодарности просто на бытовом уровне вот сейчас я думаю очень многие из вас у меня продвинутые духовно развитые подписчики и вы вот сто процентов и я вам рассказывала про свое вот проведение как можно просто практику благодарности делать это простой очень действенный инструмент я ему научилась уже порядка 10 лет назад проходила уже там какие-то обучения тренинги и мы писали благодарности например вот пометьте себе возьмите это практике сейчас они общедоступна эта информация но возможно кому-то это тоже пригодится либо вы забыли и знаете как если вы это слышите значит пришло время я пока протираю тоником я пришла сейчас мы ходили утром 7 утра поехали на море потом из ксении пошли мы сходили в кофейню очень вкусно какой-то мне сделали раф сырный раф сыром существенно очень вкусно рекомендую кто любит разные вот кофе разные сырный раф это прикольно кто любит сыр и кофе это вот посмотрите где у вас есть такие заведения и попили кофе и потом поехали мы с все не прошли еще успели полтора часа у нас было обучение побыли на обучение и все я очень пришла домой душ свежесть и делаю ход для лица казалось бы время уже но это мой такой будет по сути почти такой полуторный у меня сегодня уход за лицом потому что с утра там быстренько бегло перед морем и сейчас уже будет вряд ли я буду делать еще на ночь и какой-то уход хотя у вас скорее всего да потому что жарко несмотря на кондиционер и я сейчас делать буду уход и вам поделюсь своим способом благодарности я открываю все свои ампульные концентраты ибо я делаю коктейль благодарность а значит практика благодарности которую вы можете вот просто это первый вариант которую вы проявляете писать каждый день но хотя бы 21 день 21 день это самое малое количество дней за которое но вы можете как-то чуть-чуть почувствовать как это работает по хорошему бы вот 40 дней знаете вот как поминают хороших людей 40 дней я такой серьезную практику благодарности делала во время программы с лайф коучем когда я писала каждый день по 40 благодарности одному человеку я писала 40 маме 40 папе 40 бывшему мужу и вот с того времени знаете начинаешь оценивать по-другому то есть для чего нужна эта практика у меня четыре сыворотки сейчас на мне укладываются вы начинаете ценить то что вы имеете и вот благодарность это же про это до ценить то что имею на сегодняшний день спасибо господи что разбудил что даришь новый день мне у меня есть такое стихотворение вы проснулись вот уже уже благодарим да кто как то знаком с практикой благодарности напишите напишите или плюсики или напишите давайте так практика благодарности п.б. практика благодарности плюсик что вы знакомы что вы уже делали такой есть прочитаю комментарии что вы уже делали такое какую практику и и увидели результат ну каждый человек я уверена увидел результат если он это делает так вот вступление прошло пометьте себе как можно делать практику благодарности можно просто писать благодарности можно каждому человеку отдельно можно каждый день месяц себе возьмите аскезу такую хорошую писать каждый день 5 благодарностей себе 5 благодарности другим людям которые были в течение дня кому вы благодарны 5 благодарности вселенной за что за какие события там или же за людей и так далее три направления по которым писать благодарности это один из таких пунктов я вот такие себе нанесла вот такие ампульные концентраты одна из них пока учел несколько капель и второй момент которым вот я бы с вами поделилась для того чтобы понимать как это цена вот я сейчас принимала душ почему у меня этот эфир сострел я его давно хотела для вас провести каждый раз делая это действие этому надо девочкам показать надо моим хорошим и девочкам и мальчикам показать что у меня процент мужчин на канале подписчиков увеличился почти в два раза то есть мужчины тоже сейчас и духовно развивается и здоровьем занимаются и внешностью своей занимаются поэтому это естественный для меня процесс вот этой практике которую я сейчас вам покажу такой прием даже я бы сказала вывод делаете один раз и это но по сути на всю жизнь такой навык вы получаете я принимала душ сейчас и водичка горячую холодную и вспоминала о том у кого отключали уже в этом сезоне отключали воду напишите плюсики отключали горячую воду у кого отключали горячую воду или просто были какие-то отключения воды воды света какие-то коммунальные услуги у кого такое было поставьте плюсики у кого все вот классно и вот прям идеальненько все происходит с коммунальными услугами поставьте минусики что все у вас ну про ваша жкх работает суперски я пока убираю ставьте плюсики а я возьму свою любимую бионетику мы сейчас с ксении ходили в отдела я могу че я могучий и купили там себе массажеры для пресса вибра платформу и там очень классная тогда прям эксперт консультант и у нее такая на обучение там девушкам помоложе и разговорились и тут они понимают я там заполняю анкету чтобы покупать и они понимают сколько мне лет и потом они так понимают что мы мать и дочь и они там у меня аж мурашки по телу как такое может быть вот и нет ну конечно когда вот такая генетика я вас умоляю моя генетика 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 бионетика бионетика во первых годы хороших косметик они все равно дают о себе знать сейчас плюс еще подключилась хорошая внутренняя программа вот бады витамины так я не вижу никаких к сожалению ваших отзывов у всех или плюс или минус окей это это ваша обратная связь умение быть в коммуникации и потом получать от мира то же самое вот тоже это тоже про благодарность между прочим это тоже один из пунктов благодарности обратная связь кому бы то ни было кому бы то ни было кто бы вам не писал ваш лидер ваши там подруги где-то общий чат и где задается вопрос где например проводится какой-то опрос и надо просто тыкнуть пальчиком а вот гордыня прокачивается на всю катушку когда вы пренебрежительно относитесь к другим не ставите лайки потом не ждите в ответ что к вам будут проявлять какую-то лояльность если вы думаете как он так мог со мной так поступить это потому что вы лайки не ставите понимаете вот казалось бы совершенно не прямая связь вот поэтому плюсики лайки если вы как бы в эфире и смотрите и в записи смотрите а в ответ тишина то к вам тоже будет как бы тишина по жизни это я очень четко для себя уяснила уже но мне много лет я уже я уже много живу у меня опыт жизненный и я обещаю именно вот у меня это даже в натальной карте прописано что я делюсь своим опытом то что я стрелец я учитель я тренер это все у меня прописано по наталу то есть я иду по своему предназначению что я именно через свой личный опыт у ксении например у нее космические знания а у меня жизненный опыт и мы очень круто друг друга поэтому дополняем мать и дочь и про коммунальные блага я больше двадцати лет прожила в бараке без коммунальных удобств до 45 лет до в 45 я увольнялась и мы только-только ну вот где где-то вот где-то до 45 лет мы с семьей у меня уже взрослые дети уже в институте и так далее а мы в воз и ныне там мы жили в бараке без коммунальных удобства с привозной водой бочками увозной естественно газ то есть ну не горячий не холодный газ если надо горячий чтобы мы греем на газе дрова печка дрова уголь это все тоже приносится залавы носится печки топятся и так далее это я для того чтобы вы понимали что но не в норковых пеленках рождена не золотой ложкой во рту поэтому я ценность коммунальных услуг имею но сильно больше тех кто никогда не сталкивался вот с такими условиями вот верочка симакова пишет мы живем в своем доме и сами регулируем тепло и воду я каждый день благодарна за то что я живу со светом с водой и остальными удобствами вот сейчас как раз верочка как раз об этом спасибо дорогая у нас есть такая возможность а тогда но телефон мы не могли провести сейчас вот сотовые телефоны появились и прочее раньше даже в ну мы не в каждую квартиру можно было телефон провести прогресс очень сильно сейчас происходит мы в советские годы жили прямо ну долго вот в плохих условиях и проходя одно из обучений это было ну порядка десяти лет назад мы как раз начать нас обучали вот этой вот практике благодарности и что сделала я поделюсь с вами этим лайфхаком вот этой папке ей порядка вот десяти лет я ее тогда сделала я жила уже в своей второй коммунальной квартире благодаря ипотекам когда только-только они в россии появились это же было не всегда кто постарше вы помните об этом молодежь думать что так было всегда нет так было не всегда невозможно было что-то взять там не кредиты как бы банки бы были не кредиты а как это называлось напомните пожалуйста мама с папой мне пальто покупали в кредит наверное это называлось по моему тогда они были даже беспроцентной просто в рассрочку или как-то так мне пальто зимние мне в институт поступать не зимнее пальто родители покупали в кредит чтобы понимали уровень жизни за им по моему кредит не суть просто уровень жизни и хотелось всегда хотелось вырваться как бы из этой без бедности но уметь благодарить за то что есть за то что у меня была даже эта квартира этот барак вот с этими жуткими просто условиями когда огромный кусок штукатурки у нас обвалился просто мы только встали со своей кровати с мужем и задумаешь боже что за грохот заходим в спальню а там на нашей кровати лежит полтора на полтора кусок штукатурки вот такой вот толщины с потолка вот ну при этом переломала бы точно рассрочки или что такое да спасибо девочки и я училась все равно быть благодарны что у меня хотя бы это есть у людей не было своих квартир и мне куда было вот поженились а мне куда деться там и шли в наем а денег нет вот как вы понимаете да пальто в кредит это вот уровень жизни мы сможем два врача мы двое детей то там вот это по полгода зарплату не дают какая там идти куда-то снимать еще квартиру и я за это благодарна и уже живя в коммунальной квартире проходя вот это обучение чтобы дать себе ценности вот тем условием в которых я жила что я имела и когда у меня на работе например коллеги вот я сегодня сейчас как раз в душе мылась и об этом вспомнила когда коллеги приходили на работу из своих коммунальных квартир я из барака через весь город на двух автобусах по зиме минус 30 в общем ну хватанула по полной программе что там и у нас отключили горячую воду по городу а у меня есть я нагрела мне нет проблем не с горячей не с холодной нет воды поехал привез нет горячий нагрел вот тебе горячая вода нет проблем понимаете и вот эти стоны когда отключили там горячую воду и так далее ахахах и они такие раз и сразу не включалась вот это вот ценность того что зато есть холодная и с ней можно жить так же как у меня сейчас там отключали ненадолго горячую господи боже мой вспомни барак деточка и все и получишь ценность этого так вот как можно в быту показать самой себе на постоянной основе вот вы сделаете эту практику единожды и потом в быту себе показать ценность того что вы имеете вот в плане как минимум коммунальных услуг вот когда я проходила этот тренинг что-то мы там такое говорили и я вот сейчас я не помню же или у нас было такое задание или я сама вот настолько прониклась этой темой благодарности за то что я имею вот что я живу в коммунальных условиях я завела вот такую вот папку потому что вспомните свои эмоции когда вы берете квитанцию за квартплату за свет за воду вы смотрите и думаете боже мой опять вот эти деньги опять вот эти расходы какие эмоции нас как нас на это запрограммировали чтобы принимать это как расходы как негативный какой-то момент в нашей жизни а что если посмотреть а давайте сейчас отключат свет отключат воду отключат отопление условия понимаете какие и как начинаешь это ценить поэтому что я сделала вот то что вы тоже если захотите если вам это откликнется сейчас что я сделала для себя я создала вот такую папку такая широченная мне там все файлы вот эти и здесь у меня написано благо благо слова благодарность от слова благо какое-то благо мы получаем благо у меня здесь написано газ свет тепло вода жилье телефон и здесь у меня все квитанции какие мне там надо за что я там плачу какие-то там страховки какие-то с банком у меня там какие-то на квартиру собственность и так далее вот такая у меня есть подарочный сертификат новому бизнес-профи этот компании потому что здесь удобно мне хранить этот файл а4 это мне вручили когда меня наградили поездкой на производство соберен был нас это тоже блага но это такое благо целое путешествие подарили просто в подарок бесплатно за хорошую работу вот поэтому вот то что я делаю как вам такая идея у меня видите она уже на такая подвыгорела уже такая и много лет вот так сломалась сейчас вот я по не увидела это так надо поменять надо поменять благодарность проявить уже на новом уровне новую папочку показать что высшим силам показать что я блин я так благодарна за то что есть у меня что я живу вот при свете при тепле и так далее и вот это вот это искреннее чувство благодарности ну вот я каждый раз я когда достаю сюда складываю квитанции там все это подвожу итог и так далее я прям я так этим проникнуто вот передаю вам свои эти эмоции вот этот свой лайфхак возьмите это научите этому детей покажите ему им ценность того что они имеют что у них есть сотовая связь что них работает телефон что можно вайфаем воспользоваться быть на связи там с мамой с родителями с высшими силами и так далее наша задача такая дать это сейчас своим детям уже передать сами проникнуться оценить и быть благодарными за это как вам такое друзья сейчас прочитаю вещи приобретали в рассрочку оля боброва пишет да маргарита воронина спрашивает в личку а не поняла что в личку спасибо за комплименты что рады меня видеть обожаю вашу энергенит энергетику и благодарю во благо мои хорошие маргарита воронина пишет в это время вы уже были в моряки моряки мне дала возможность подтвердить ипотеку мы с мужем подрабатывали постоянно и ночные дежурства и он в платной клинике подрабатывал то есть у нас денежка на то чтобы как-то как-то там справиться с ипотека у нас было но когда мы собрали документы и подавали в на ипотеку тогда одну совсем другие были условия и нам не дали ипотеку по нашим зарплатам то есть мы принесли справки с работы какая у нас зарплата и нам не давали ипотеку и сказали что если у вас будет подтверждение какого-то дополнительного дохода тогда вы пройдете по ипотеке и я на тот момент я была в моряки звездным консультантом у меня очень хорошие продажи были я же люблю косметику эта косметика классная и мастер-класс я все это уже умела и у меня как бы такое то и тут у нас в городе как раз только-только начали вырастать там новые лидеры и это было видно и я видел что у них есть деньги они там получали я понимала что эта возможность быть и п и показать в ипотеке бумажку что у меня есть дополнительный доход и я пошла на лидерскую программу очень ну как бы очень непросто мы выполняли ее потому что но серьезные такие условия для лидерства там вот этот период подготовительный в сибирском ты просто ты выполнил подтвердил три месяца все тебе как бы лидерский статус присуждается никакого подготовительного периода такое знаете как бы ты выполнять выполняешь а деньги тебе за это не платят получает твой старший лидер за то что ты там 100 базовых единиц делаешь но получаешь только вот а тут и ты уже выполнил сделал 20000 тебе как лидеру сразу же начисляет процент за всю твою группу за всю твою структуру в глубину то здесь такой вот маркетинг но для меня более гуманны и благодаря тому что я выполнила лидерскую программу у меня была очень сильная мотивация именно на жилье потому что ну мне 45 лет и мои дети выросли и я смотрела на этот ужас барачный и думала господи неужели я всю жизнь здесь буду жить меня охватывал просто дикий ужас поэтому вот меня несло и мне дали возможность выполнить лидерскую принести справку в ипотечная продать этот барак за 600 тысяч рублей это было тоже счастье вот но судьба вела просто мы продали его я выставила его на продажу не помню же где там на каком ресурсе и так чуть ли не через неделю пришла покупательница и для своих там детей что-то покупала в общем мы его продали у нас был первичный взнос и потом мы сможем платили ипотеку в общем чудеса на виражах да ольга боброва пишет я помню мы с мамой ходили полоскать белье почему-то не в доме но потому что привозная вода была и чтобы прополоскать начисто это надо было очень много воды мы стирали дома это было ну катастроф просто каждые выходные ты один день уборки стирка воды привези нагрей увези это конечно трындец какие выходные задолбанные на всю голову а ольга спрашивает у вас есть мысли еще поменять место жительства на данный момент нет это еще по моему вот поэтому друзья с благодарностью за все и когда мне пишут вот вы там там к моряка и так далее я к моряка и прекрасно отношусь не надо с через свою призму пропускать мои слова если есть люди на которых которые мне пишут какие-то комментарии вам до сих пор моряка и покоя не дает на моем канале на котором уже полтора года идет информация про сибирская да не про морякой на моем канале мне вот пару дней назад девушка пишет а я рассказываю о том что то что то продукцию что в моряке было вот такое здесь вот такое но схожие же продукции тоже косметиков но в чем проблема я не я вот не вижу противоречий там косметика тут косметика я говорю меня спрашивают я отвечаю и девушка мне пишет вам моряка и видно покоя не дает игр по моему вам покоя не да я вам покоя не даю раз вы на моем канале вы же меня смотрите и слово моряка и название этого ролика нет поэтому а почему он должен не давать что и что значит покоя не дает это 25 лет моей жизни тоже в чем противоречия если я буду об этом говорить о том что мне что-то нравится что-то не нравится но то что я благодарна компании морякой за свое счастливое детство в сетевом маркетинге но это же безусловно друзья мои за тех людей с которыми у меня вообще мой 25-летний стаж морякой с людьми которые был от и до он у меня был очень благостный у нас была национальная ведь в марины вороновой она была просто ну правильно я бы так сказала я не там не наблюдала того о чем мне писали потом когда вот я написала заявление об уходе сибирс из морякой о том мне писали консультанты лидеры о том какие есть сюжеты мягко говоря введение бизнеса в реке я была просто в ужасе я думаю я слава вот меня бог миловал мы ко мне всегда хорошие люди притягиваются что клиенты что партнеры что консультанты у меня шикарная была прекрасная команда бизнес-группа поэтому меня к мэрис квас к мэрики прекрасные отношения воспоминания с благодарностью кроме тех очень озлобленных очень низко вибрационных сообщений после того как я сказала что я сейчас не в морякой вот эти люди которые это писали они во мне всколыхнули чисто человеческие эмоции и это было не на компанию морякой а конкретно на эти слова поэтому передергивать слушайте не нужно и внучок виктор белоусов пишет привет бабуля крупными буквами бабуля до внучок виктор ведь уши привет не хочу даже психологию манипуляторов даже вот ну на это но мы говорили уже об этом да когда хейтеры вот манипуляторы хочется цапнуть там энергии внучок можешь выходить с этого эфира здесь у тебя это не прокатит при все при том что я действительно бабуля у меня есть внуки и дай бог вам виктор дожить до моих лет с тем багажом который прожила я и дать людям в мир столько сколько дала я вместо того чтобы хейтить ненавидеть подумайте о том за что вы себя так ненавидите виктор вот это все что я хотела вам сказать дорогие и благодарю и виктора тоже благодарю и за этот комментарий что это баланс вот жизни всегда все в балансе все тотально справедливо и за хейтерские комментарии за вот такое отношение к бабулям к мамулям обязательно прилетает людям возвратка обязательно даже не сомневайтесь всегда вселенная приведет все в баланс это будет в какой-то другой сфере наверняка у виктора большие проблемы с девушками потому что это баланс если есть неуважительное то что в этом комментарии звучит да это неуважительное отношение к женщине вообще в принципе совершенно чужой человек совершенно другая женщина сидит на эфире и написать вот так не к месту не к вопросу не к теме чужому человеку привет бабуля то есть с желанием что сделать скорбить по какому принципу по возрастному мальчонка развлекается оскорбляя незнакомых людей о чем это говорит да что нет уважения не к своей бабушке не к маме и поэтому проблемы с женщинами будут пока не проработается но вряд ли манипуляторы крайне редко идут проработки туда идут более как бы духовные сердечные люди так что спасибо вам мои дорогие за внимание я рада была с вами поделиться практиками благодарности к сожалению вы не написали как вам это отзывается или нет но если будете потом подписать кто будет записи смотреть мне просто интересно если у вас отклик на вот такой прием для того чтобы знаете в материальном мире проявить благодарность ну как бы вот фактом каким-то фактом да я благодарна да я подтверждаю свой факт благодарности и каждый раз глядя на эту папочку я специально купила красную такая для мозга активирующая вы себе подтверждаете факт того что да мне это важно мне важно быть благодарны а я благодарна вам за ваше внимание за то что вы подписаны на мой канал за то что вы регистрируетесь в мою команду в сайбериан велнес и мы с вами вместе так красиво летим вы просто команда чемпионов я вас обожаю и я вас благодарю за то что вы так трепетно относитесь к продукции которые вы пользуетесь я я смотрю ваши я вижу девочки сейчас моей команды присоединяются я же вижу ваши посты ваши stories я просто вами восхищаюсь каждым вашим шагом каждым постом каждый вот stories которые вы выкладываете какие умницы просто просто обожаю вас целую дорогие до встречи в новых эфирах